Некоторые бойцы любят заканчивать все быстро в октагоне, как можно скорее выходя на сабмишен или нокаутируя соперника. Однако есть и такие спортсмены, которые уважают контроль в клетке, но предпочитают побеждать малой кровью, хладнокровно набирая очки по ходу раунда. Казалось бы, наибольшее количество времени в октагоне должны проводить бойцы именно с контролирующим стилем, но не все так просто. В большей степени время, проведенное в клетке, зависит от того, как долго боец вступает на высоком уровне и от того, как часто он дерется. Предлагаю вместе определить, кто же те топ-10 бойцов, которые суммарно провели максимальное количество времени в октагоне UFC. Я Иван Неумин, это канал It's Time. Погнали! На 10 месте небезызвестный Джим Миллер и его 5 часов 36 минут и 47 секунд в октагоне. Это неудивительно, ведь Джим провел в UFC 34 боя, 13 из которых дошли до решения судей. Джим не стремится к контролю в клетке или набору очков. Чаще всего он ищет возможность для проведения приема и сдачи соперника. Но почти вся карьера, проведенная в лучшем промоушене мира и здоровье, позволившее выступать на высоком уровне в течение долгих лет, помогли Джиму оказаться на 10 месте нашего топа. Джон Боунс Джонс на 9 месте. Доминирующий чемпион полутяжелого веса имеет рекорд в UFC 20 к 1 и суммарно провел в октагоне этого промоушена 5 часов 40 минут и 15 секунд. Начнем с того, что из последних своих 8 боев 7 Джонс выиграл решением судей и в каждом провел по 5 раундов. Однако так было не всегда. Во время своей молодости, в пору становления, Джонс сумел удосрочить таких зверюб, как Как говорит сам Джонс, он перебивал стойки лучших хикбоксеров, перебарывал борцов олимпийского уровня и сабмитил черных поясов по БЖЖ. И все это чистая правда. Однако, судя по последним выступлениям, Джонс имеет все шансы за следующие свои несколько боев значительно увеличить свой суммарный рекорд нахождения в клетке. Джордж Сен-Пьер на 8 месте. С 22 боями, 5 часами, 42 минутами и 35 секундами нахождения в клетке UFC. Легендарный канадец достаточно часто побеждал решениями. А так как это происходило в пору его чемпионства, то и бои длились по 5 раундов. Потому Джордж повидал много 5-раундовых войн на своем веку. Отсюда и большая цифра суммарного нахождения в октагоне. Раш закончил карьеру в 2013, но в 2017 вышел еще на один бой, в котором добавил к своему времени еще 14 минут и 23 секунды. Как знать, может скоро великий канадский боец вновь почтит октагон UFC своим присутствием. Но верится в это с трудом. На 7 месте BJ Penn и 5 часов 56 минут и 17 секунд в октагоне. С одной стороны, один из самых успешных бойцов UFC. А с другой стороны, человек, чья серия поражений насчитывает 7 неудач к ряду в 7 последних боях. А также отрицательный общий рекорд, 12 побед, 13 поражений и 2 ничьи. Тем не менее, Penn несколько раз сражался за титул чемпиона UFC в легком и в полусреднем весе. Более того, он в разное время сумел стать чемпионом и в том, и в другом весе. В легком даже провел пару защит титула. Но последним триумфальным выступлением The Prodigy отметился еще в далеком 2010 году, получив премию за лучший нокаут вечера. С тех пор, вот уже 10 лет, Penn не знает побед, проиграв за это время 7 раз и один поединок сведя в ничью. Эх, все-таки надо уметь вовремя заканчивать. Ни Penn, ни Федор не дадут соврать. Шестое место и первый человек в нашем топе, перевалившись за 6 часов общего пребывания на конвасе UFC. Майкл Биспинг и его 6 часов 5 минут и 13 секунд. Майкл провел 29 боев в клетке UFC, был чемпионом в среднем весе, один раз защитил титул. Это была одна из немногих пятираундовых войн в его карьере. Лучший бой того вечера против Дэна Хендерсона. Затем граф дважды к ряду уступил. Сначала потерял титул в бою с Джорджем Синьпьером, а затем был нокаутирован Келвином Гастелумом. После чего завершил долгую и успешную карьеру бойца. Сейчас Биспинг работает аналитиком в UFC и, надо сказать, преуспевает. А мы пожелаем ему удачи на новом поприще и будем двигаться дальше. На пятом месте 6 часов 28 минут и 29 секунд суммарного пребывания в октагоне UFC и их обладатель Джереми Стивенс. Этот парень уже очень давно бьется в лучшем на сегодня промоушене мира и делает это достаточно ярко. Вообще, Стивенс если проигрывает, то в основном решениями, ведь за последние 10 лет он лишь трижды был нокаутирован. Отсюда и столь длительное время пребывания в октагоне. Стивенс бился в клетке UFC 32 раза. 15 выиграл, 17 проиграл. И при этом до решения дошли 18 боев. Если бы все эти бои были пятираундовыми, то Джереми был бы гораздо выше в нашем топе. Но так как в основном все войны американца укладывались в три раунда, он оказался на пятой строчке. На четвертом месте Диего Санчес, который 6 часов 22 минуты и 7 секунд находился в бою в рамках UFC в общей сложности. Санчес имеет на своем счету 31 бой и рекорд 19 побед при 12 поражениях. Диего знатный рубака, который не знает, что такое отступать. Потому даже те его бои, которые доходили до решения, всегда были максимально бескомпромиссными. Максимально успешной карьера Диего была в 2000-е годы. Апогеем этого стал титульный шанс в 2009-м. К сожалению, Санчес не смог его использовать. И с тех пор более не приближался к титулу так близко. Однако он был и остается одним из самых опасных бойцов промоушена и самым настоящим воином. Который, кстати, до сих пор прибавляет время к своим 6 часам 22 минутам и 7 секундам в октагоне. На третьем месте Дэмиан Майя. Бразилец за 32 боя провел 6 часов 34 минуты и 40 секунд в октагоне. И 22 раза вышел победителем. Майя не только мастер БЖЖ и сабмишенов. Ведь из 22 побед в UFC 11 это победы с дачей. Но и мастер контроля. 10 боев Дэмиан выиграл решением, контролируя соперника в клетке. Стиль ведения боя Дэмиана вкупе со спортивным долголетием позволяет бразильцу до сих пор биться в UFC. И в свои 42 года находиться в топе, подтверждая свой высокий класс. Сейчас у Майя контракт с UFC еще на один бой. И он ранее говорил, что после окончания контракта планирует завершить свою долгую и успешную карьеру. Но недавно он передумал и сказал, что будет биться еще. Посмотрим как будет, но в любом случае нам будет не хватать такого высококлассного и, возможно, лучшего грэпплера в UFC. На втором месте еще один бразилец Рафаэль Досанес и его 6 часов 43 минуты и 11 секунд в октагоне UFC. РДА поучаствовал в рамках главного мирового промоушена в 29 сражениях и в 18 стал триумфатором. А 11 раз был повержен. Досанес попробовал себя в двух весовых категориях. В легком весе бразилец был более успешен, чем в полусреднем, примерив на себя пояс чемпиона и один раз защитив его. После двух поражений подряд в легком дивизионе РДА перешел в полусредний. В полусреднем весе Рафаэль начал неплохо, добыв три победы к ряду со старта над крепким Софидином, не менее крепким Мэгни и над бывшим чемпионом беспощадным Робби Лоулером. Но затем, выйдя на бой за временный титул, РДА встретился с Колби Ковингтоном и проиграл без особого сопротивления. В следующем бою с Камару Усманом все повторилось. За последние пять боев Рафаэль проиграл в четырех и выиграл лишь один, пробыв в суммарном октагоне 108 минут и 47 секунд. И я думаю, что у него в запасе есть еще несколько боев для того, чтобы улучшить и свои последние результаты, и свое время в рамках нашего топа. А вот и первое место, и Фрэнки Эдгар на нем. Фрэнки с большим запасом лидирует в этом топе, имея на своем счету 7 часов 53 минуты и 15 секунд суммарного чистого времени в октагоне за 26 боев. Начнем с того, что Фрэнки 38 лет, и конечно удивительно, что в таком немалом для полулегкого веса возрасте Эдгар не только остается в топе дивизиона, но и сражался за титул в прошлом году. За прошлый год The Answer провел два боя, и это в принципе его стандартный график, нарушать который он пока не намерен. Сейчас у Эдгара остался один бой по контракту, и его Фрэнки хочет провести в легчайшем весе. Однако о завершении карьеры американец даже и не помышляет, надеясь заключить новый, более выгодный контракт с UFC, чтобы и дальше радовать нас боями и увеличивать свой и без того немалый отрыв по проведенному времени в клетке. Уверен, что в ближайшее время в топ смогут ворваться Макс Холова и Дональд Сирона, у обоих по 5 с лишним часов в клетке. Также к топ-10 был близок Диметриус Джонсон. У Могучего Мышонка было 5 часов 34 минуты и 12 секунд в октагоне UFC. Но как мы знаем, сейчас он боец другого промоушена, и не раз заявлял, что возвращаться в UFC не намерен. Поэтому вряд ли ему удастся улучшить свой показатель. А как ты считаешь, кого из бойцов мы сможем увидеть в этом топе, допустим, через 5 лет, и кого они вытеснят? Оставляй свое мнение в комментариях. Сверим твой ответ в 2025 году. Я Иван Невымин. Это канал It's Time. Обязательно подпишись и пробей бойцовский лайк. А я, как всегда, желаю тебе крепкого бойцовского духа, только победного настроя. Будь здоров. С 22 боями, с 5 часами, с 22 боями, с 22 боями, с 22 боями, с 22 часами. Ладно, первое нормально.